Всем здравия! Меня зовут Гордеев Никита, я рыбак-любитель. Сегодня будем ловить на реке, недалеко от крупного города. Река большая, рыбы много. Основная это плотва окунь, подлещи, густера. Ловить будем на безмотылку мармышки, козы, черти. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас покажу непосредственно сами мармышки, на которые сегодня буду ловить. И которые, по моему мнению, здесь неплохо отрабатывают. Вот здесь на лесочке 0,1 миллиметра стоит чертик 0,35 грамма с встроенным кубиком хамелеон. Также я сюда добавил бусинку оранжевого цвета, прикрыл силиконовым кембриком. Считаю, что оранжевый цвет вполне неплохо работает по плотве. Такой чертик вполне уловистый, нормальный, рабочий. Также есть вот такой вот гвоздикубик. Тоже хамелеон, но у него спиленные грани, стесанные. И играет он чуть по-другому. И расцветка у него получается, как мне кажется, попривлекательнее, чем у острых граней. Сегодня на него как бы уже были поклевочки. Была плотвичка. Ну вот, ядреный глаз, так называемый. Тоже красная тельца, 0,4 грамма. Мармышка. Яркая. Не всегда работает, но иногда очень неплохо выручает. Так в запасе держу на привязи. Ну и так далее. Их много. Также есть вот такие вот наборы экстренные, которые лежат в карманах боковых. Это черти. Про различные диаметры, величина, длина, вес. Все, конечно, разловить не получается за одну рыбалку. Но перевязать обычно 10-15 мармышек приходится. Это стабильно. Бывают, конечно, рыбалки сумасшедшие, когда ты с одной мармышкой весь день ходишь, а рыба ест ее с удовольствием. А бывает и 20-30 мармышек перевяжешь, и только на 30-й ты найдешь нужный диаметр, нужный размер и нужную леску. Ту, которую рыба будет воспринимать нормально. Реагировать на нее и клевать. А бывает и вообще не найдешь. Такое тоже бывает. Единственное, что я сегодня не взял, как нормальный безмотыльщик, так это прикормку и мотыля. Почему не кормлю на данной локации? Ну, считаю, что это бесполезно. Я пробовал и различными прикормками, и различными цветами, и вкусами, и мотылем, и чистым, и грязным, любым. Проще рыбу найти мармышкой, нежели сидеть и ждать ее. Где-то, но водохраняющие, конечно, мы кормим, ходим, ловим по этим лункам, и получается неплохо. Но здесь я в этом не вижу смысла. Это и выброс денег немалых, и трата времени. Почему начал заниматься именно безмотылкой? Сюда же опять все началось с этого водоема. Меня привез сюда товарищ. Я приехал заряженный, полкалограмма кормового мотыля, банка крупного, весь там лесочки 0,1-0,0,8, и ничего. Вокруг люди ловят, и ловят очень крупную плотву. Я такую никогда в жизни не видел. А я поклевки не вижу. Вот они в соседней лунке ловят. Я посмотрел, у них какие мармышки. У меня такие были. Я завязал, и за первый день я потерял, по-моему, пять. Просто обрывы. Я не понимал, что это за рыба, как себя вести с ней. Потом освоился, уже поставил нормальную леску, прикупил таких же мармышек, начал ловить. И в течение какого-то времени я, конечно, возвращался к мотылю, и к кормовому, и к крупному. Но потом я перешел полностью безмотылки. Это интересно, это быстро. Это просто такой, я не знаю, задор интересный. Без обмануть рыбу, вывести ее на поклевку. Не чем-то там натуральным, а искусственной игрой твоей, мармышкой, цветом мармышки, игры. Это классно. Это же, это просто ощущение такого микроадреналина. Сегодня я нацелен на крупную плотву, но для этого надо ходить, искать. Поэтому пойдемте, будем искать, ходить, бурить. Да, один я рыбалкой непредсказуемых. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опа, хорошая. Это куняк мелкий. О, нет. Нет, это она. Это она. Это она. Вот она где. Вот она. Вот она. Только тихо. Поиск я обычно начинаю с поливов, глубина двух до четырех метров. Ну, опять же, бугры. На реку, на течение, на русло я не хожу, потому что сейчас страшное течение, воду сбрасывают. И даже громовые черти, они ровной игры не дают. Надо прям такие уже грубые снасти. Я не люблю. По мне так оптимально это 0,1 лесочка, 0,4 там чертик или мормышка. И вот она, идеальный рыбалка. Можно пробить и глубины там до пяти метров при нормальной игре и без течения. Поэтому вот идеальная снасть. Ловить начинаю со дна и поднимаю максимум на метр. Толщу воды не ловлю. Есть любители, которые на 10-метровых ямах находят крупную рыбу на 6 метрах. Они ловят ее, активно ловят, им нравится. И рыба крупная, но это не моя рыбалка. Я люблю все-таки от 1 и чуть выше метр. И глубины особо я не люблю. Там 10, 8, 7, 6. Максимум 5-6 метров. Вот оптимальная для меня личная глубина. Потому что леща я не ловлю, судака я не ловлю. Плотва будет и на 2, и на 3, и на 4, если ее искать. Опа. Нет, это поменьше рыбка. Тут же она. Тут же она. Тут же она. Тут же она. Ой, ой, вот это, блин, вот это мать была. Вот это была мамуля, блин, накололась. Сейчас такой мамке по губам дал. Пипец. По проводкам. Начинаю всегда проводку с средней скорости. Вот что-то типа того, что вы сейчас видите. Три проводки таких. Потом меняюсь на три медленных, аккуратных, тихих, с медленным подъемом. Потом перехожу на быстрый дриблинг с быстрым подъемом. И потом опять замедляюсь. Итого, ну, где-то 11-12 проводок делаю. Если актива нет, тогда перехожу на другую точку, на другую лунку. Это сейчас вы видите проводка для мормышки. Для чертика чуть-чуть все по-другому. Во-первых, такого рода, такой длины кивок для чертика я использую только на глубинах, там, до трех метров. А глубже я ставлю уже кивок длиннее, там, 160-180 длинных, прям, там, 200-240-270 я не особо люблю. Может, просто еще не дорос. И все-таки чертик, игры немножко поплавнее. И подъемы, считаю, вот он, обрыв. Да что, все. Обрыв, обрыв. Лось просто. Просто лось. Короче, произошла поклевка. И произошел обрыв. Лесочка 0,1. Ну, в общем-то, я на 0,1 вытаскивал и килограммовую плотву, и килограммовых окуней. Да, трудно, да. Ну, здесь я не знаю, кто клюнул. Рыбка могла быть любая. Мармышка очень хорошая, очень рабочая ушла. Сейчас мы такую же найдем, естественно. Вот она. Вот такая вот мармышка вишневого цвета, с кубиком хамелеон. Но края не острые, а сточные. И, ну, мне кажется, что игра более такая презентабельная для рыбки и притягательная получается. И без мотылки обязательно перевязывать каждые там 10-15 рыб, перевязывать приманку. Я вот этого не сделал сегодня, за что поплатился обрывом. Вполне возможно, что если бы я бы это сделал, хотя бы увидели борьбу. Не факт, что я бы вытащил эту рыбу, но я бы с ней поборолся. Вообще, зимняя рыбалка, я считаю, что это очень круто и интересно. По льду в любое место ты можешь дойти, в любом месте ты можешь сделать лунку, в любое место ты можешь опустить приманку и в любом месте ты можешь найти рыбу. В любом месте. Нет никаких ограничений для рыбака зимой. Летом человек, если ограничен берегом, то вот все, что доступно ему там на длину его удочки и намотанную леску, которая у него там на катушке стоит, остальное ему недоступно. На сегодня съемки подходят к концу, но для меня рыбалка не заканчивается, я ее продолжаю. Возможно, где-то там ждет меня и очередной трофей, как и вас, если вы пойдете на рыбалку. Встретимся на льду. Всем здоровья. Счастливо.